и все мы снова пошли лайв ребята подожди не точно только был архистротек от одной команды отписался нл нл пишет другая команда красных то есть мы ждем пока еще ждем да ребят 1 минута и что-то они там упорно обсуждают по тактике да у нас немножко теперь поменьше в командах я так понимаю будет народу да ну тогда можно еще побег о боже мой верните мне оружие верните верните без оружия совсем грустно слушай кстати вот эти команды по убиранию рук они только в африками работают или просто так уже без река на да пока сейчас ребята опять у меня проблемы так забавно прыгнул пострелял куда-то тут опять куда-то пострелял куда пострелял чё пострелял непонятно сейчас я быстренько ребят настрою снова рестрим чтобы у нас все было в ажуре так что сейчас будут рестарты отлично рэджики и я нашла тебя чувак привет таишь то рэм другая команда отписалась стоит молчит чувак тем временем я еще пока не совсем готов уже близко но еще не готов у меня все просто проблемы с рестримами они периодически забиваются это очень обидно надо это как-то менять и тем временем я стою на базе пытаюсь и да все время как-то рестримы снова лайф мы можем стримить отлично верну стрим рабочее состояние сейчас стрим у меня мысе а все веб спроси я может быть я перебивала я тебя не слышал нет 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 все нормально так ты 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 вообще ты зачем оставил микрофон свой я летаю смотрю на разбежку могу комментировать разбежку говори да да конечно комментирую разбежку я сейчас на тебя переключу ребят смотрим команда команда синих это у нас кто у нас там русские берут . я свою домашку и главный замес где у нас главный замес на точке d почему же главный замес здесь потому что здесь резается танк и берет команда красных почему они не делают господи это это провал это провал для команды синих потому что они могли сейчас воровать танк но почему то этого не не сделали это это странно команда красных все же остается с танком отгоняет его назад но синие успешно взяли точку потому что у них здесь овер 56 56 пехотинцев команда красных пытается разобрать их техники на точке d и при этом как бы они все-таки отвоевали танк надеюсь его не сольют потому что их у них чуть его не угнали по их же ошибки и они проиграли точку проиграли разбежку можно сказать потому что самый главный замес здесь на точке d из-за того что есть дополнительные дополнительная техника появляются команды ну и все они прям делать пока отгоняют танк назад тут он здесь делает невнятное смотрим дальше и до чтобы у нас не было путаницы ребят сейчас все наоборот те те кто синие на самом деле красные и наоборот в обоих стримах и у стартру меня окей я просто поговорить русские или сша давайте на русский сша чтобы не было никаких много толкований да тем временем я наблюдаю за респаун годзиллы как он въезжает на танки на точку и простреливает d если ты можешь покажи с артером про точку d показываю прострел прекрасно видно вот танк годзиллы он стал в проходе весьма выгодная позиция боком не светит почти маленький угол попадания по танку поэтому к нему не приходит большой он давит своего чаильщика рус ассасина задавил вроде да он точно задавил но ничего страшного бывает скай пространство было команда красных пытается держать оборону а синие пушит и да прошу прощения у меня опять такая же проблема с рестримом что-то сегодня дает сбои периодически оба так но мы это исправим дай прошу прощения давай продолжай что же мы видим команды красных которые очень слабо пытается отбить синих но при этом берет точку f мы видим пехотине здесь и точку g они одновременно берут две точки это просто идеальный вариант для красных они очень все хорошо делать мешают мешают начинает мешать растягивать противника и это будет переломным хотя синие тоже берут их домашние ближние к ним точки будем видеть интересную игру будет тикеты медленно медленно отбавляться то одной и то другой стороны пока конечно лидирует команда синих но все точки моргают и сейчас тикеты льются исключительно по киллам у нас к сожалению проблема мыс вылетела у нее да у меня снова крашнулась батла я не знаю в чем дело ну точнее я подозреваю в чем дело что проблема все таки опять же с этой с этим фрикамом иногда при смене карты повисает все просто в этот раз у меня благо повисла только игра на переподсоединиться на сервер пока не получается буквально постараюсь это исправить ближайшие надеюсь такие минуты вот как только как только все случится стрим я снова запущу на сервере уже то есть сейчас мне пока только заставочка стоит как только все случится сразу сразу все подсоединю но боюсь как бы мне не пришлось просто снова перезагружать компьютер потому что принципе все и origin я уже перезагружала и батллок не знаю как пока все сложно но сейчас мы видим как отчаянно танк бьется с пехотой годзилл да которую он окружает то есть очень редствуется много пехоты на нем его сквады его чинят но все-таки пехота противника преобладает пока ну я думаю сложно будет отбываться то но надеемся надеемся что все будет порядке не знаю как у вас ребят у меня просто все шикарно эту карту удобнее стримить точки на местах все на местах вижу замес танком никаких меньше трейсеров какие были были на бандаре тут карта поменьше и как-то все получше как будто сервер быстрее работает не знаю у меня все 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 хорошо я тем временем на все еще настраиваю ри стрим прошу прощения у зрителей и сейчас буквально вот я это закончу делать все мы можем видеть отлично обе камеры и мою и сартра и да отлично все есть я продолжаю следить за годзиллой отлично они работают с тиммейтом отчиниваются прячутся за стенами за домами его задизейблили но они отчинились если кстати найдешь да покажи пожалуйста годзиллу со стороны они где-то в районе да я его нашел вот можно увидеть годзиллась на меня сможешь переключить годзилла находится на точке b вот только что она была красной теперь снова стала синяя годзилла пытается разобрать пехоту и ему прибегает двое один а даже трое четверо уже пытаются отвоевать свою точку но так смотрим да они пытаются отвоевать точку b и наверное они конечно это сделают я не вижу никого из команды синих она они все на точке d снова взяли танк и годзилла сейчас наверно успешно разберет хотя он стоит бочиной он сейчас будет задизейблен если вы не чинит они его два дня вот оба танка чинит и по-моему что что произошло а откатились оба да или ну один одного танка минус один штурмовик поэтому был один чинищик поэтому даже гадзилла выиграл это было неудивительно они могут сейчас красный угнать танк но годзилла только на переднем фланге с чинильщиком речи танка рисуется танк кто быстрее добежит до него да команда красных добирает команда забирает красных танк домашней с точки синих они забирают танк сейчас будет команда синих отстреливать его пытаться разобрать сарта если несложно покажи общий план карты чтобы мы понимали какой расклад сейчас на по точкам да пожалуйста я вот летаю сверху камера все точки видно прекрасно видно даже видно бой сверху еще полет я не знаю как сказать этот ракурс все все видно ну кроме танкового боя я думаю что у нас как раз во дворце пехотные бои вас попробую найти до какого человека во дворце что показать это на стрим пока у меня на сартовском стриме и я могу понаблюдать за манки диллафи как раз представитель команды синих и они сейчас поднимаются на второй этаж дворца вот так же насколько понимаю . g очень так активно борется на ней просит показывать по очереди точки что еще просят спрашивают кто комментирует у мыси мыси отвечает считаете группу когда комментирует джимми вебс это я да это у нас только начал смотреть потом у нас есть лекция это представитель команды дэлит и помощник в организации всяких ивентов на вот этой лиги реал баттлфилд лига вот которую команды которые как раз здесь играют сейчас дальше я я играл за команду паровозов которые успешно взяли первое место на этой лиге в данный момент я перешел в инактив уже как месяц потому что нету времени дипломы все дела ну так же и организатор в том числе и мы всякие разные в том числе которые сейчас видим ну давайте дальше к игре что хватит о нас обо мне да тем временем дворец я так понял захватили обе точки синие они отрывали чини прошу прощения да не не кража за красными на за красными во дворце я вижу да а . d с нет вывали d взяли свои танки похоже да разобрали там который у них угнали и забрали то есть точки d свой танк и пытаются штурмовать точку d беги вы врага но красных преимущество у них есть домашки у них есть ближайшие точки домашние они оттянули просто всех синих видим огромное количество пехоты которые бегать табунами это и вполне известная тактика на больших конквестах которые команды используют на лиге бегают бегают сквадами по по 8 человек и постоянно ревайв пати как это еще называется это весьма успешная тактика чтобы проштурмовать точку просто табуном как правильно сказать выдавить выдавить количеством да паровозу очень часто команды жалуют что паровозы просто набегают из 666 человек действительно и от этого не спастись просто выдавкают как катком на типа как выскакиваешь как мыло из руки а теперь наверное я сейчас подумал наверное я прекращу показывать клоузапы бойцов потому что они не очень показательны тоже присоединюсь к фрикаму сартра и будем в два фрикама показывать вам поле боя потому что увы у нас нету от первого лица камеры а третьего лица они не очень показательно так что же мы видим на точке г точка г что тут происходит команда красных пытается защитить точку но команда синих взяла точку заходят с двух сторон красным пытаются отвывать на точку но тут преимущество есть техника у синих и куча пехоты плюс у них тут база с которой они просто приезжают на рина и нет шансов вообще у красных они просто оттягивали врага за счет своих смертей своими жертвами но теперь снова баланс как после разбежки в начале игры домашней точки у команд какая здесь сильная сторона какая слабая я наверно скажу что все таки если смотреть по карте по идее идеи где нету может быть может быть команда есть чуть чуть более сильнее должна быть хотя может быть нет не знаю даже вот смотрим команда красных у них точка d дополнительный танк есть наверное то он хотя может быть не он они его откатили нет вот он я вру два танка у них на точке где еще чинильщик борется против destroyer а как-то как-то это просто но destroyer вроде так очень без чинильщиков заехал александр и просто разобрал танк с двумя чинильщиками хоть там даже что-то особо у нас не старался не знаю кто это был но танк что-то не старался его и разобрали до техника техника у красных как-то выглядит послабее потому что это был в испану успешный маневр от синих просто destroyer приехал разобрал танк без двумя чинильщиками и у синих еще остается танк с чинильщиком который пытается разобрать другой танк но видим что красный тоже тоже поняли свои ошибки и откатывают технику назад потому что это будет явный слив и у синих появляется точка d и танк раз скорее всего и на это гонзилла грамотно отъезжает назад потому что нужно вовремя отступить и отъехать на своей домашке без помощи пехоты он просто не возьмет точку d он видит что тут раз два три четыре пять пехотинцев и счет танк сзади ну что джимми что ты там стриж я все да я пытаюсь рассказывая пытаюсь настроить у себя пока проблемы с камерой окей тогда я говорю дальше между веду дальше она тем временем кстати я починил таки свою камеру вот еще присоединяется снова да и показывает очень хорошие прям вот голливудские скажем так блин я даже не законно панорамы до панорама здесь действительно вот в таком контексте конечно увидеть эту карту вот с такого ракурса я вообще даже не мечтала никогда действительно виды просто шикарные вот насколько я могу даже немножечко немножечко отвлечься так от боя и показать что задние дома они не спрайтовые то есть они проработаны детализированы даже какие-то плакаты висят хотя тут до места боя ну так прилично я бы сказала то есть это не то что было скажем в bad company втором когда действительно стоило чуть-чуть вот багово отлететь и прости я тебя немножко перерву мы сейчас видим как на точку заехали два танка и бтр и они начинают выдавливать пехоту ближайшая команда красных просто сметает . да отвоевывает обратно точку годила тогда все правильно сделал отъехал назад дождался своих пришла поддержка и это просто вин по стратегии хоть это и какой-то в мире паблик учитывая количество игроков и быструю организацию матча но чувствуется скил игроков то что они думают знания знания до крайней мере я я такого на паблике не видел честно таком аналоги вы не встретите никогда не встретите действительно как здесь команда сша просто техника работает с чинильщиками тут чинильщики бегают только одному танку так другом гадила нашел ровно вот посмотрите вот посмотрите это эпик это два танка бтр зажали бтр все его разрушили просто моментально то есть и действительно никакого почти сопротивления они не скажем так не получили то есть даже минус одного я не знаю как это будет результат синий выглядит слабее но при этом пока у красных меньше но они выравнивают счет счетом да абсолютно да видим вообще интереснейшую игру для хоть это какой-то некомпетитив но паблик больше но игра весьма интересно потому что отдельные моменты очень и очень интересно как бы действие игроков можно наблюдать даже чему-то поучиться давайте посмотрим на пехоту особенно в дворце что тут происходит у меня пока проблемы небольшие я вылетел из игры быстро сейчас захожу обратно ребят прошу прощения тут перестрелки синие борются с красными красные выглядят чуть-чуть поувереннее залетает и делают минус красный но рисует же киу из команды сбр сбр пытается защитить точку и с своим складом но я думаю безуспешно потому что идет прорыв на делают минус 3 все три на три минуса в ревайв пати до красные красные защитили до стрелили до стрелили всех да красные берут это успешно берут эту точку как я уже говорил спокойно и спокойной тактике массой задавили просто но если посмотреть очень много то точек в данный момент капает то есть и в бои еще идут то есть никто никуда не сдается и но однако же однако же ребята ноздрям ноздрю то идут в принципе тип тикетах разрыв буквально прям минимальный то есть мне даже интересно кто кто затащит в этом раунде потому что сейчас ставки делать очень сложно пока еще 241 223 и делать прогнозы практически невозможно учитывая насколько скилловые ребята у нас в обеих командах как грамотно работает и техника и пехота правда команде сша не знаю сопротивление сопротивляться их такому танковому трио тяжелому трио просто наверное невозможно потому что сметается вообще вся пехота с точек как только они появляются где-то все это очень зрелищно выглядит и посмотрим его что это на самом деле внули тебя на самом деле сейчас очень хвалят то есть фотограф критой она такие планы делает просто безумно грит все голливуд что о чем говорят ой нет не покажу мысль стрим закрылся сейчас секундочку и сейчас покажу нет не покажу прошу прощения ребят да ладно мысль стрим пока выпадает из нашей трансляции вот и он возвращается нашу трансляцию вот вы сейчас видите кадры которые выдает так давайте ребята ближе к игре ребята да сатар ближе к игре потому что что мы видим пять точек у команды у команды и с сша тащит их давайте где же где же где же находится техника давайте и найдем команда сша ездила втроем вообще она и должна тащить команда сша по технике потому что очень сильные ребята из играют из team 9 я знаю хатер сидит хороший хороший пех и при этом танкист капитан паровозов как никак должен право за должны тащить хотя и в той и в той команде есть паровоза поэтому тут такой расклад поэтому наверное видим такую игру и переломный момент все красные красных большинство точек они начинают тащить и возможно возможно затащит этот раунд выглядят они вполне уверенно они берут домашние точки синих а это просто оттягивает команду назад и сейчас мы будем видеть да мы уже видим точка f берется красными и сейчас . любому на точке е куча синих и красные просто будут держать ее или не буду держать если не понимаешь что надо делать не знаю понимает или не понимают да на точке d к сожалению кого нет синие выходят с точки красные их не хотят держать сейчас будут резаться на точке d видим до 1 ревайв был на точке d команда красных пытается защитить точку d но они ее потеряют потому что там 66 пехотинцев вот от русских и они ее про проигрывают смотрим дальше у нас во дворце они убегают команда синих убегает из дворца но команда красных при пользуется этим преимуществом и американцы берут спокойно берут точку е потому что здесь нет почти синих они тут в численном преимуществе втроем делают минуса и захватывают захватывать флаг на точку d приезжает опять техника тяжелая техника американцев они отбирают точку никого основа ни одного человека из пехоты до пехоты танк есть . забрать и тут еще третий 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 там подтягивается 3 3 это можно видеть что ребята все-таки очень по договоренности скажем так играет очень тактично не отходят друг от друга далеко и это очень большое преимущество и точки захватываются много эффективнее быстрее точки захват куда слилась пехота вы видели пехоту пехота просто пошла дальше зачем-то пушить они защищают . захватили d команды синих и пошла на б где успешно отдалась и все и приехала потом техника красных и обратно забрала точку это проигрыш со стороны синих по тактике просто решили парни может враги пособирать не знаю вот и я не забираю точку c красные пользуются тем что синие теряет много тикетов из-за того что наверное счет счет у красных просто в технике божественен по кд набит и очень много потому что синие я смотрю все не могут средств и выехать они все выезжают средства забирают домашки которые красный просто их упорно оттягивает на домашние точки и не дают им видим смотрим синий есть конечно там пару тройку поставили маяк поставили синие клейтон поставил из команды клавов подумал поставил маяк видим маяк дополнительная . респауна все да это преимущество и пытаются тоже сделать то же самое как красные оттягиваются на точке а красный не видит маяка даже на не подозревает о нем потому что в таком месте наверно красный тут да не приезжали вот видим забор не сломлен значит техника здесь вообще не ездила у красных и да я снова снова с вами ребят стримлю и тоже летаю фриками да у меня огромные проблемы у меня на сто процентов загружен процессор поэтому небольшие дропы могут идти но в общем как-то да надо будет что-то делать на следующий стрим с моей машины прошу прощения у всех и мы продолжаем на следующих стрим если кстати пригласите я постараюсь настроить джойстика я думаю камера будет летать куда плавнее и куда красивее нежели сейчас вы нельзя джойстик он не работает не работает но почему его можно его можно софтварно привязать именно к клавишам клавиатурным то есть не не в игре самой привязывать а именно вот забиндить просто да 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 именно назначить клавиши клавиатуры на контроллере что мы видим что мы сейчас будет 4 да ребята си 4 отлично вы это видели все на своем стриме да вот видите паблик пабликом но это тоже эффективно какое оружие не эффективно которое ваншотит это же просто можно заваншотить танк можно заваншотить кучу пехоты это вполне нормальный способ я вам скажу си 4 езали может быть не на машинках потому что я говорю сейчас про и цели какой-то более которые были компетив матчи где были еще есть более серьезные мультигейминге выступали 8 на 8 там си 4 команды юзали клали их под текстуру взрывали технику так же как и мины закладывали по текстуру и танки просто даже с тепловидором не видели как взрывает и не понимали что это поэтому пользоваться си 4 это конечно огромный плюс и не на па и на паблике и в таких матчах вполне оправданно но на меня орали что я ну когда я на и сс 4 бегала отправляли гулять на паблик ну да там каждый по-разному и за конечно могут там кто-то побежит на врага в лоб и за эти 4 кто-то кто-то пытается что-то придумать кого-то получается кого-то нет зависит еще от случая наверное да случай тут был флукап в конце и команда флукап на домашней точке зажали на домашней точке красных о красные зажали и мы видим как я и говорил hazard 32 14 ездил в технике годзилла 34 к 4 ездил в технике это просто был успех от к от команды юс разгром русских по технике не вытащила команды sbr на своем пехотном скилле хотя видим над команды sbr набили больше чем техника хотя у сильверфокс рубикон 35 к 7 видим на у все правильно сделал но к сожалению сильная пехота у команды русских не помогла одолеть танки танки юс да как говорится против лома нет приема здесь против трех танков не приема действительно пехота бесполезно если она не умеет обращаться я поговорю с командами говорю с командами посмотрим будет сразу второй матч или будет минутная задержка сейчас узнаем user left your channel ага есть первый комментарий в теме большого дружеского матча это был слэйтер дэйфа тим который как раз мы задавил автомобилем это был какой-то медвежий фарш вот такой вот первый комментарий но пока люди еще не комментили тему вот ну я думаю впечатление пока еще так я только что был в теске ребята очень довольны игрой это было весело все веселятся все готовы следующей игре видим видим отличный баланс леткая была слита команды команды которые были не будем говорить красный синий а теперь видим обратную ситуацию тогда сразу лайв будет это будет сразу лайв поэтому ты скажешь это будет сразу вин это будет сразу я думаю команда хазарда сейчас опять эта техника просто затащит уже за русских что врубаем фрикам ребят пока вы ждем до напомню что после матча мы ждем всех вас на посиделках в том числе и зрители чтобы они задавали свои вопросы мы расспросим капитанов команд особо отличившихся пехотинцев летунов скажем так всех всех кто был скажем так на верхних строчках так 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 лексий перебью о войлках поговорим это лайв да и как всегда смотрим главный замес разрыва за танк борьба за танк борьба за танк на точке д кто возьмет первую того и будет танк вот конечно его могут украсть видим команды команды ю с теперь не проигрывает по ходу и сейчас у них будет дополнительная техника да у них появляется дополнительная техника смотрим команда к команда русских которые успешно выступала по технике не приехал на эту точку практики вообще техникой смотрим что они делают вообще к тени то это такое там дестройер стоит стреляет по другому дестройеру где танки где те все ребята синие синие выглядят как команда сша более уверенно по технике и по тактике собрались видать ребята собрались видим до команды синих вижу справа в верхнем углу минуса сплошнее акселератор слава раздает вообще пех но иногда конечно играет на технике ну на самом деле сейчас я вижу только жестокое доминирование техники уже со стороны сша и да пошло в них в них влетят rpg на самом деле но пока что безуспешно то есть они отчиниваются сейчас уже подъехал к ним танк спина не знаю посмотрим как это будет чем это закончится потому что как мы знаем то что прилетает как раз взад она криты просто вешает моментально сейчас уже дымятся же все все да там где сэбл здесь размена 1 уже идет в 2 хотя нет отчинивают пока еще они не нет все все насколько я вижу насколько вижу дают хиты по танку который зашел сзади rpg по моему были но однако штамп посмотри сколько пехоты бегает вокруг этого танка я не думаю что они дадут ему помереть вот он уже уже текает уже на на все на всех парах насколько это все все танки танк оттягивается уже оттянулся уже встретил второй уже не знаю чем занимается техника почему она не рвется вижу два т-90 и дестройер заезжает они заезжают на f а нет есть пехоты здесь на f значит будет все заберут f не знаю выглядят более слабый сейчас стороной хотя за ту сторону затащили сколько там 150 почти тикетов выиграли смотрим раунд будет долгий думаю будет в том раунде были сначала как бы была непонятная ситуация потом была сильная команда которая играла за us а теперь видим обратную ситуацию может быть опять поменяется все непонятно но сейчас наш идет разрыв уже в 50 тикетов то есть уже побольше не как там там тикетов 15-20 был разрыв максимум в среднем сейчас вот уже изначально видно что разрыв идет вот в 50 тикетов вот конкретно сейчас сейчас счет 550 557 уже 507 и принципе он как бы не собирается но украсно четыре точки это да но тем не менее опять моргает . g до . g оттягивает синие на джесс будет а я растяжечка опять у нас и то я не буду снимать дать показы общие планы где видно общие роли битвы то есть сейчас моргает домашка вот как раз g у team red да или team blue прошу прощения давайте русские американцы да но она перестала моргать и и оттянули обратно да и мы видим то что в принципе сейчас пополаме практически бой и по фронт идет по центру так смотрим на точки в джи которые оттянули пытались оттянуть команду русских но русские видим что что-то нарезались команда американцев но танк по любому у нас ездит чинильщиком у которого есть локационный сканер он видит видит их на миникарте кто тут у нас команда эсбер опять в пехоте тут бегает пытается отобрать оттянуть противника все делает правильно ставит даже маяк видим клабов даже белого так борется с пехотой не знаю падает нет видимо дула не позволяет подняться ищет ракурсы но тяжело попасть нет это сложно это сложно без кортечи я не знаю честно кто за танком возможно посадили еще пехотинца все может быть не знаю кто здесь танки сейчас наблюдаю справа если сделает минус я сразу вам скажу кто это будет пока не вижу минусов с танком так смотрим будет минус вроде был минус да 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 все клубы дыма сейчас рассеются и да это минус минус танк сша вот тем временем отчинивается танк так как российской команды я про отдельно стоящую а понятно я сейчас русских я не вижу какая-то точка здесь сосредоточена техника как раз как раз средства танк и вот кто-то сел у него кто-то из них все насколько я понимаю это рф что видим что что рф в начале сливали откровенно сливались и выглядели неуверенно а теперь снова преимущество было в 50 тикетов разница снова выравниваются и у них 5 точек 5 точек сейчас будем тикать уже сша и причем довольно-таки сложные будет это вырвать потому что я вижу технику на д я вижу много пехотки на c она сейчас половинчатая там потому что танк скорее всего и даже займут но пехота очень быстро танк разберет поэтому сюда очень интересная 3 пехотинца вижу на c тоже смотрю 4 пехотинца дают хиты с рпг в бок прямую сколько там 35 одно или сколько двадцатку наверное снимает был такой угол примерно по танку что видим тут еще недалеко есть бтр но он не хочет не хочет бороться с танком на точке c помочь своей пехоте он что он делает давайте посмотрим на ним он поехал защищать точку d потому что здесь куча пехоты есть даже пехота красных русских и это будет по любому просто разбор откровенный разбор синих да все минус красные затащили толпой затащили техникой затащили всем затащили и команда синих остается остается на своих домашних точках это команда американцев все время забываю говорить американцы и сейчас все правильно сейчас синий это синий красный это красный все правильно без всяких этих ну русские выглядят красными это там и синие уже теряют больше 50 тикетов поэтому им надо резко что-то делать явно их месте пехоты бы домашку попробовал захватить и пехота по ходу туда и выдвигается мы сейчас видим на моем общем плане окольными путями они пытаются пробраться настройку то есть точку g сейчас мы сделаем быстрое приближение и посмотрим что делает пехота я буду следить с бойцами а сартр будет рассказывать как дела на центре карты давайте посмотрим общий план команда американцев синих пытается растянуть врага и идет в дворец тем временем команда красных русские что же они у нас делают они нас пытаются защитить точкой в пехоте и техникой у них преимущество пять точек но сейчас будут точно растяжки от синих потому что вон видно как они прорываются на и домашки ребята русские будут отступать к своим домашкам скорее всего потому что вижу вижу что синие забери сейчас заберу точку и будут переключаться на точку г наверно домашний уже красных русских тем временем действительно три пехотинцы уже прибежали на домашку русских то есть они там было видно как они дальними путями уже и поставили маяк до маяк и полным отрядом начинает капать почти все точки и сейчас решает разбежка очень решает как ребят разбиваться на остальные точки и за секунды секунды решают моменты которые вот перевес в тикетах так команда вот печалит конечно что не видим от команды русских теперь таких же трио по технике ездят по отдельности наверное это чуть-чуть мне кажется и в танкиста сбежит рядом с ним пех но это не инженер это просто штурмовик куча пехоты на точке можно так затащить похоже он с чинильщиком но как-то да уверенно вполне стреляет делает минуса 190 это бегемот походу из русбата но отступает с точки с точки б не не решает все брать хотя на точке б не так много народу если не есть чинильщик мог бы затащить решил передумал побоялся что же его решение так а на точке е что у нас на точке е на точке е пустота что-то ребята синие американцы не хотят брать точку а ну понятно тут же destroyer ой бмп бмп простите да и делают минуса и у синих остается продуманный план с маяком они будут уверенно сейчас красных красных с память своими телами на точке gg вот они уже втроем красные убегают с точки или не все убегают бмп уехал ну тикеты позволяют пока это делать но похоже они догадались мэйки догадались мэйки я чувствую потому что не убегают не убежали с точки вот и тем временем тикеты капают маяк особо не особо помог хотя хороший ход дополнительные спауны растяжка ну плохата команда которая не попробовала они делают по крайней мере что-то для того чтобы как-то и заменить ход игры ну понимаешь тема с маяком может превратиться как помню на некоторых лигах rbl когда играл я за паровоза команда ставит где-то в секретном месте маяк в секретном где-то на крыше команда противника оттуда спускается и паровоз успешно подкарауливают и просто минус 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 на поток да да действительно бывают такие моменты когда представили маяк тем временем маяк переставили и очень неплохо снимают же то да да темнее этот в этом случае до шутка с маяком принципе была неплоха пока не приехал destroyer точнее бмп прошу прощения и у них всего один рпг который уже упал и я не знаю что они с ним будут делать его медик пытается поднять но мне кажется это без вариантов да у них остается только снайпер наверху рядом с маяком и маяк сейчас мне кажется обнаружит после того как обнаружит снайпера в общем г не получилось снять и как у нас дела обстоят в других местах маяк переставился на самом деле еще за зарезались ребята и больше скажу бмп уезжает и . г опять бы что же это за ребята а это полностью отряд клабов с маяком клабы 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 ах они маяки маяки клабы пахлистинг да вижу пахлистинг клабсо архистротек командует парадом архистротек у нас теперь заменил майк он координатор и видимо весьма хорошо координирует пытается что-то придумать оттягивает рога у них нет техники и при этом вражеский бтр за русских который он остается на этой точке и при этом не воюет с другой вражеской техникой а пытается по пехоте и очень тяжело ему разобрать пехоту как мы видим потому что в тех местах она труднодоступная грязь грязь конечно плохое сравнение ну примерно она очень подходит очень тяжело их оттуда выкурить что у красных опять преимущество хотя две из их четырех точек моргают у синих три белых в общем сейчас у нас баланс и я так понимаю да у нас моргают почти все точки кроме домашек и в общем как вы понимаете пехота полностью разбрелась по карте пошел делись какой-то очаг сопротивления пошел пошел немного так сказать игра на паблике потому что такое обычно случается когда не знаю даже как это случается правильно когда идут минуса с одной стороны команды с другой стороны и прекращается какое-то может быть координирование немного и команды пытаются уже непосредственно склады придумывают на ходу свою тактику вот как мы видели с клубами чисто клубы пошли и начали ставить маяки мы видим не увенчалась это успехом в итоге . . нету маяка видимо не не а нет да нет не удалось все таки да ничего там нету клубы слились но теперь клубы идут используют опять привычную тактику идут видим кучу никнеймов опять клубы влились поток сбр и пехоты просто ломится на точку ей ее захвата да это это однозначно да это cover я захватили хотя там довольно напряженный бой пехотный вряд ли их оттуда смогут выбить там очень много ребят из сбр перемешку с клубами так что это точно снимут а вот дальше пройти на первый этаж ли смогут они или нет я сомневаюсь да вот на лестнице сейчас контакт очень большой 3 минус 3 размен с двух сторон так что очень будет сложно захватить дворец одной из команд мне интересно как дела обстоят на окраинах она как на окраинах как-то пустовато за не менее до домашку захватили красные у синих замес пошел да на точке е в дворец просто атакован сколько техники вижу better со стороны красных что тут еще есть со стороны синих нету техники и не стягиваются стягивается начинает стягиваться техника на самом деле на вижу better синих но он пока на б берет б у нас надо надо красные красные наверно в соло кто-то да как ожидалось два игрока или один пока одного вижу двоих вижу двое двое берут убили кого-то и берут д вдвоем как и говорил что какой-то главенствующим замеса нету но команды его как склады пытаются как-то сами что-то придумать брать точки и другая команда также действует поэтому идут быстрые размены точек это невыгодно команде кстати us очень выгодно потому что она проигрывает вижу по тике там команда красных успешно то есть много минусов да уже в два раза разрыв уже красная граунта наконец-то они поняли то что силы техники в ее единстве и бмп прикрывает танк против пехоты танк пехоту чистит массово и в общем очень неплохо получается у них затащить нижнюю часть дворца двумя танками точнее танковым и бтром я не сильку да 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 что делает бтр посмотрите ребят посмотрите на точку е бтр заезжает на точку е по лестнице известная шансов да известная известная стратегия у пехоты есть шанс если они кто-нибудь забежит c4 заложат мины или c4 и вполне успешно может взорвать такое делают но это рисковый шаг сразу скажу как танкист игравший 8 на 8 и другие режимы в компетив на и селе это часто принимали применяли на сене заезжали наверх там есть такая разогнаться с моста и заехать можно наверх вполне успешно не знаю но тут тут все без потерь битр катается по дворцу да такой вот плохой бтр портит ковер там портит паркет поехали знает ли он дорогу потому что по и за дорогу боится потому что он сейчас вот он грохнется скорее я думал разгонится не с разгона он сможет это сделать да он не с разгона сможет не перевернулся остальное тиранда там разгон то физика бы уже есть у нас физика очень странная но есть там разогнаться в море завалиться в порядке разогнался выехал на шефте все правильно сделал смотрим смотрим давайте поднимемся наверх посмотрим если у нас это посмотрим да все разобрелись по карте больше на центре конечно но синие не хотят отобрать свои домашки согнали туда танк вроде есть но танк при поддержке двух пехов наверное много красных пытаются да да его сзади красный разбираю на это его сгорелки кажется запилились ли мне все правильно казалось мне кажется ребята устали да уже конечно уже сложно играть что-то и придумывать поэтому ребята сейчас просто доигрывают уже и мне кажется даже синие не особо и рвутся то есть они так набивают фраги в дворце и все пожалуй на самом деле говорим говорим но думаю страсти кипели после первой игры потому что команда сначала как мы знаем на ледке выиграла команда которая сейчас проиграла пехотку на эту карту и поэтому для двух команд уже дело принципа затащить это все-таки не паблик игра игроки и очень-очень важна победа очень я думаю хоть и фан матч но бороться все хотят все спортивный интерес спортивный интерес присутствует позовем особенно координаторов кто были хазарда как командой какая была тактика спросим когда будут посиделки которые я провожу на рубиконе вместе с лекцией который мне в этом помогает посмотрим что было услышим что было в тс как команд я конечно мог бы туда перейти на секунду но думаю там мат перемат не стоит кстати не всегда так иногда наоборот молчаливое состояние такой шока молчаливый тихо звучат никнейм игроков и приговорки да он читер не уверен как это всегда бывает да че так не че так чем-то играет так или или фраза да как так да 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 это самая частая фраза которая встречается в тимспике особенно в команды которых чуть слабее противника так как так как так что такое ну да как так но я жал как же будет фуллкап нет походу не будет фуллкапа жаль хотелось увидеть фуллкап и совсем фуллкап который должен команда должна фуллкап это будет зажата на респе но в принципе можно это назвать когда все точки у красных если были все гг хорошая игра да обратный отсчет уже по тикетам уже два тикета все один и да это это было красиво на самом деле масштабные такие сражения увидеть со стороны даже просматривается какая-то тактика то время как казалось бы какие-то побегушки там того же паблика выглядит как просто мясо бегающее в разные стороны в патичном порядке здесь уже было что-то что-то особенное то есть уже и тактика какая-то стратегия но поначалу во всяком случае просматривалась в матче и на самом деле будет здорово если такие стримы будут ну если не постоянно то хотя бы изредка проводиться что эмоции они не передаваемые от подобных ивентов скажу больше чтобы это было все более наглядно и организованным мы организовали немного большой большой матч много было желающих много много команд тренируется на лиге еще сезон не окончен на real battlefield и уже поступало предложение от сезаря они на следующей неделе играют как минимум два-три по цв они говорят заходите отключим вам панк бастер это все-таки по цв неофициальный матч и спокойно приходите стримеры комментируйте матчи они там будет более маленькие там будет тактика обязательно будет более интересные наверное сражением менее масштабные но очень интересные можно будет понаблюдать за тактика и разбирать ее и оценивать уже выигрышность и проигрышность кто как играл по тактике что все спасибо ребята всем кто с нами был обязательно приходите еще если не устали на посиделке мы обсудим то что ну не мы ребята обсудят то что было то что что можно сделать лучше и конечно пригласят координаторов из обеих команд чтобы спросить их ощущения чтобы спросить что пошло не так что пошло так как они планировали и так далее в общем ребята не отключайтесь с вами был джимми вебс пока спасибо вебс за участие было очень приятно увидеть слышать тебя но я тем временем уже прощаюсь со своими ребятками которые несмотря на то что картинка периодически то появлялась то попадала они оставались на моем стриме смотрели и в общем всем спасибо большое кто принимал участия тем кто смотрел и оставайтесь возможно будет продолжение спасибо ксения за участие очень было приятно тебя услышать но я в основном молчала в этот раз на нет нет все в порядке все все хорошо я попробую зайти со стримом в общий team speak сейчас там сколько там 36 человек сидит или даже больше послушаем какие эмоции у ребят я пока отключусь от наших стримеров которые закончили уже по ходу свои стримы на пожалуй да все всем пока я отключу